Теперь никуда слазить не смогу, да, по своим личным делам во время урока, потому что это все запишется. Не сможешь. Ну, может, мы посмотрим. Это включила, да? Да, да, да. Юль, все, хорошо. Да, все, я поняла. Давайте повторим с вами. Смотрите, у нас, значит, есть очевидное и неочевидное прошедшее время. Есть еще сложные формы аналитические, да, состоящиеся. А мы их пройдем, аналитические формы. Но мы с вами пока смотрим только простые формы. Значит, неочевидное прошедшее время. Значит, смотрите, что нам здесь в помощь, да? Да, если мы помним прошедшее очевидное, то там у нас главная буква, главный показатель была буква И, да, в первом типе глаголов. Здесь, смотрите, вам в помощь что? Здесь будут повторяющиеся суффиксы. Ведь И, ШКЕМ, да, вот в первом лице у нас И, ШКЕМ, тоже есть И, но есть еще ШКЕМ вот это. ШКЕМ. Если у нас конечная твердая Д, З, Л, Н, С, Э, Т, то мы И с двумя точками пишем. Но при разговоре это вообще не ощущается, мы не знаем, да, то есть это именно на письме. Вот. И вот эта же И, ШКЕМ, она будет в форме Ми. Ми ведь И, ШКЕМ, мы. Плюс мы добавляем показатель множественного числа Мы. Как обычно, да, то есть у нас Мы вообще везде есть, во всех глагольных формах. Мы пойдем, мы, но мы, да, мы идем, мы, ничко, мы. Везде вот это Мы есть. То есть вам для формы МОН и НИ надо запомнить И, ШКЕМ, и плюс во множественном числе Мы показатель. Тон, СО вообще легкие. М, ЕМ, да, и во втором лице факультативно ЕД может встретиться. В третьем лице ЕС тоже может встретиться, но еще реже. То есть вот ЕД, оно встречается чаще, а ЕС вообще очень редко встречается. То есть Тон, СО для вас базовое запомнить М, ЕМ. Вот для двух лиц. То есть вот парами запоминаем. ПАРА МОН МИ, ПАРА ТОН СО, и дальше идет ПАРА ТИ СООС. Здесь у нас ИЛЛЯМ, да, ИЛЬЯ, запомните, ИЛЬЯ, ИЛЛЯНДЫ, да, вспомнишь и ИЛЬЮ. Вот, ИЛЛЯНДЫ, ИЛЛЯНДЫ. А у ИЛЬИ нет скайпа? Чего он с нами не нужен? У него нет интернета. У него только на работе интернет. Вот, здесь смотрите, ИЛЯН, и плюс дальше идет показатель лица. ДЫ и ЗЫ. ДЫ и ЗЫ тоже нас везде преследуют. ДЫ, форма второго лица во всех глагольных формах, да, у нас встречалась. Вы идете, мы не щекоды, вы пойдете, мы, но, ДЫ. Везде это ДЫ. И в третьем лице тоже самое множественное число, вот эта форма ЗЫ, она есть везде во всех глаголах ЗЫ. Вот, поэтому запоминаем, да, МОН, МИ, у нас ИЩКЕМ, во множественном числе МЫ, ТОН, СО, ЭМ, ЕМ, во множественном числе ТИ, СООС, тоже в паре запоминаем, будет ИЛЛЯНДЫ и ИЛЛЯНЗЫ. То есть во множественном числе обязательно показатели лица, которые у вас уже, в принципе, уже должны были отложиться. Мы, ДЫ, ЗЫ, это что касается вот первого лица, первого типа глаголов, который заканчивается на ИНЫ, да, как глагол ВИТИНЫ, ПЛЭЩТЫНЫ и ЮНЫ. И здесь, здесь будет вот это ИЩКЕМ, ЭМ, ЕМ, ИЩКЕМЫ, ИЛЯНДЫ и ЛЯНЗЫ. Со вторым типом что? Со вторым типом у нас, как я обычно, в этих временах ситуация. Значит, у нас здесь уже есть гласные корни, потому что... Что со звуком, ребят? Давайте, может быть, пока я говорю, выключите микрофоны свои, потому что, да, у кого-то, видимо... Потом я буду вызывать к доске и по одному. Значит, у ЖАНЫ, да, глагол второго типа, который заканчивается на АНЫ, ЯНЫ. Здесь мы отсекаем только НЫ, и у нас остается основа, заканчивающаяся на гласную. Именно поэтому у нас уже не нужна соединительная гласная. У нас она есть уже в корне, и здесь мы добавляем не ИЩКЕМ форму, а ЩЕМ. ЩЕМ во втором, третьем лице. Видимо, у Оли проблемы, потому что у всех остальных отключен звук. Извини, Оля, пожалуйста. У другой Оли, у Волковой. Так попробуем, так попробуем. Мне кажется, не у тебя, а у Оли Волковой, которая с нами. А, у Оли Волковой. Она не... О! Спасибо, Оля. Оль Волкову с днем рождения поздравить надо. Выключаемся. Так, я вернулась тогда в уши. Смотрите, значит, здесь у нас уже есть гласные, поэтому нам суффикс И уже не нужен. То есть мы только отсекаем И, а все остальное остается. ЩЕМ в форме МОН и в форме МИ ЩЕММЫ. ТОН ИСО опять просто буковка М добавляется. И факультативное ЕД ЕС. Я на данном этапе говорю вам, что вы запомните только базу. Вот эти факультативные, вы главное, чтобы их на письме видели, тем более, что они более такие южные варианты. Вот, то есть, поскольку у нас очень многие с северными корнями, то возможно, что вы это в речи даже не услышите от своих. Вот, форма ТИ и СООС. Здесь есть и тоже ЛЯМДЫ, ЛЯМЗЫ. То есть у нас здесь идет как бы все то же самое, просто нет суффикса И перед суффиксом, буквы И нет. Итак, вот это мы все повторили. И давайте теперь посмотрим предложение СТБР и КТОН. Так, давайте мне теперь надо понять, кто есть. Сейчас я запишу Юля, Марк, Оля Волкова, Рома, Маша, Надя, Артем. Оба Артема? Бен. Угу. И Тёма. Так, всех назвала Юля, Марк, Оля Волкова, Рома, Маша, Надя, Артем, Снегиев, Артема. Восемь человек должно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, все правильно. Как это? Учительница на уроке все присутствуют, да. Значит, давайте куцком. Юля, куцка, пожалуйста. Я так и знала. Вот, вот, вот. Правильно. Жили-были два старика, и была у них курочка, видимо, Ряба. Ряба, да. Да, это лучше. Ну, я Ряба не перевела, но догадалась. Ряба так же будет. Тихо, тихо, давай. Марк, я сейчас отключу. Как переч, ул-ли-лям, вл-ли-лям, на печи курек, соус лайн вл-ли-лям. Так, смотри. Ул-ли-лям, вл-ли-лям, как перечёт, да. Ул-ли-лям, вл-ли-лям. Так, вот эта фраза, жили-были, она будет... Не всё равно. Из сказки в сказку перескакивать, вот её запомните. Ул-ли-лям, вл-ли-лям. Ул-ли-лям, вл-ли-лям, как перечёт. Здесь, видите, хотя ул-ли-лям ещё может быть в единственном числе, если вы переч сделали в единственном виде, в единственном числе. Но вл-ли-лям, соус лайн курек-зы. Курица была. Не они были, а курица была. То есть курица – это подлежащее. И поэтому глагол вл-ли-лям в единственном числе. Угу, понятно. Да, и курек-зы, потому что у них курочка. Если вы написали печи курек-зы, нормально. Чипы курек-зы. Чипы – это цыплёнок, курек – это курочка. Типа кузак-зит, да, курек-зы? Нет, это их улица. Это лично-притяжательный супикс. Вот это. Лично-притяжательный супикс. Да, я поняла. Спасибо большое. То есть курек-зы вл-лям? Ну, соус лайн курек-зы вл-лям. Да, можете поставить глагол на последнее место. А мы в этой стране имели курицу? Курек-зы вл-лям-зы. Нет, вот курек-зы вл-лям. Давайте иметь курицу не буду. Неправильно. Неправильно. Курица-курица была. У них, вот это и есть конструкция, у них была курица, вот это и есть конструкция облакания. Вот, чтобы вы, наверное, у вас вл-лям может быть облемно, да, то есть вот это вал-гл-лям. Вал – лёгкая форма, да, в прошедшем времени. Я был, ты был, он был, мы были и так далее. Это всё вал-вал-вал, что ещё переводится как лошадь, да, поэтому вал-но-скал-луиз, да, это выражение. Вал-но-скал-луиз, что переводится как лошадь коровой стала. Игра слов, что вал – это и лошадь, и был. Вот, что происходит в неочевидном прошедшем времени? Выл-иш-кем, то есть тот же самый суффикс –иш-кем. Выл-эм, в факультативном –ед, выл-эм, в третьем лице форме –со. Ми – выл-иш-кем, мы – мы были, оказывается. Ты – выл-элямды, и сос – выл-элямзы. И они, оказывается, были сейчас. Смотрите, тон-шаян-вал – ты был озорным. Я это точно знаю, да, я твоя мама, я была свидетелем этого. Тон-шаян-вал – ты, оказывается, был озорным. Ну, например, там рассказывает, я не знаю, там, Артём Снегирёк рассказывает про своё детство. И Юля ему говорит, о, тон-шаян-вал – ты, оказывается, был озорным. Юля не была в твоём детстве, поэтому она говорит, о, да ты, оказывается, был таким. Вот, или монсоку шужжи-вална. Я тогда была ещё глупа, или был глуп, да, тут как бы по Фрейду на женский род я восприняла, как женский род. Хотя вал тут ничего нету, да, то есть ни мужской, ни женский, ни средний не указывается, потому что родов нет в одном языке. Шужи-вална. То есть я про себя говорю, да, что, ой, я тогда ещё была глупой, я в этом уверена, я это осознаю. Ну, или вот здесь тоже я про себя говорю, монсоку шужжи-валыш-кемна. Вот здесь уже как бы я глупышкой была. Ну, то есть здесь в какой-то степени и смягчение идёт, как бы отводишь от себя немножко ответственность. Вот эта форма, вообще, да, неочевидная форма, она немножко снимает ответственность с говорящего. Ой, я уснул, оказывается, ой, я забыл, оказывается. То есть ты как бы немножко хочешь снять с себя груз ответственности и вообще степень, как бы, вот, всей ситуации, немножко смягчить. Да, вот, поэтому здесь, видите, поэтому курочка была. Сосвен курекзы-вал, у них была курица. И сосвен курекзы-влэм, да, то есть ивал, ивлэм, это третье лицо. Если курица была, то она либо вал, либо влэм, в зависимости от ситуации, где мы это, что, как мы хотим это использовать. Если курекзы-вал, то мы это точно знаем. Мы, может быть, были свидетелями, ну, например, у моих бабушки с дедушкой была курица, да, курекзы-вал. А если в сказках, то в сказках обычно неочевидное прошедшее используется, потому что мы не были свидетелями того, что происходило тогда-то. Валамона, это понятно, почему здесь влэм, да, то есть это как раз третье лицо, единственное число, и влэм... Можно я скажу? Я с мамой вчера пообщалась, она мне не использует неочевидное прошедшее. Вообще... Накидала так, она просто обычное прошедшее использовала при переводе. Влияние русского языка. Да, это влияние русского языка. А может, забыла просто? Нет, это... Такой вариант тоже возможен. Это же... Не, ну просто мы используем постоянно. Видимо, вы не снимаете ответственность, а мы любим, видимо, так ответственность. Или у вас есть языковая среда. Может быть. Мы ответственность с себя не снимаем, все правильно, Надя. Ну, забыть мне, кажется, такое невозможно, просто, может быть, действительно, как бы, настолько уже влияние русского. Ты знаешь, как она, я когда ее что-то спрашиваю, у меня ситуация какая, она не живет в среде, она живет в русской сейчас. Ну да, да. Она когда приезжает в деревню, буквально там один-два дня, и она язык вспоминает и начинает общаться. Но все равно с сильным влиянием русского, естественно. Вот. И там, в деревне, возможно, она его использует. В детстве, скорее всего, она его использовала. Но сейчас, она когда, вот, она же думать начала на русском, а не на ноутмуртском. Да. И у нее, да, и она, грубо говоря, вот я ее спрашиваю что-то, у нее такая пауза, она переводит с русского на ноутмуртский, и потом выдает. И у нее как бы, ну, поскольку она постоянно на языке говорит, у нее, видимо, вот это вот не происходит, вот это вот, щелчка, да, как нужно правильно сказать. Наверное, как-то так. Не знаю, как это. Ну, да, тем более ты выхватила одно предложение. Нет, я несколько ей накидала. Ну, да, ну, в смысле, это не история цельная. Ну, да. То есть это не такая, не потоковая речь. Если бы в потоке, то, может быть, действительно, да. Вот, интересно. Так, ну что, Марк. А, это вот древние удмуртские батыры дрались смолийцами за землю вокруг Вятки, да? Да. Вашкала удмурт батырьёс жугишки лямзы, порен жугишки лямзы, котыр музеймьёс панна. Или ватка дарын музеймьёс панна. Да, разбираемся, есть над чем. Глагол был правильный, да? Смотрите. Жугишки лямзы. Вашкала удмурт батырьёс ватка котырыщ, да? Здесь у нас котыр – это после лог. А, ватка котырыщ, понятно. Да. И почему ищ на конце? Потому что это место. Когда мы хотим принадлежность к месту показать, то мы суффикс ищ добавляем, то есть исходный падеж, как Московский университет, Моско-ыщ университет, ватка котырыщ музеем, да? Да, земля вокруг вятки. Панна – это за что-то, да? Цель у нас указывает. Либо жугишки лям – это вот прям дрались, а нюрьяшки лям – боролись. Нюрьяшки лям – тоже я увидел такой глагол, но я его испугался. Да. Вашкала – это древняя, да? То есть у нас вурж – это старый, вашкала – это дрались. Олечка, в переводе про марийцев ни слова. Порен. А-а-а. Порен – жугишки лям – за. Да я не про тебя, Марк, я про Олю. Ну, ничего, а я же перевожу предложение-то, имею право. Оль-ё-сын. Ну, тут множественное число надо, потому что, окей, там банан, да, как категория воспринимается, но марийцев, что это был не один, а их было много. Не все на одного. Да. Вот, как раз вчера... А что... А, Пор-ё-сын – это какой этот? Пор-ё-сын – это падеж инструментальный, створительный. Кинэн-маин. Оля-ен, Пор-ё-сын, Юля-ен и так далее. Можно тут сказать «модьём лэш», потому что, типа, причина. Из-за чего? Из-за земли. Нет. Вот как вот, конечно, музей-модь. Понна. Ну, понна, по-моему, лучше всё. Нет, здесь музей-модь точно нельзя будет. Потому что... А я музей-модь написала. Например, музей-модь, понна. Вот как вот речь, модка. Нет, здесь музей-модь, понна. Потому что понна, во-первых, не требует падеж. Потом, почему здесь нельзя музей-модь? Музей-модь – из-за. Это причина была бы. А тут скорее цель. Как бы вот музей-модь тут, в принципе, с глаголом «жигишкану» нельзя будет сказать музей-модь. Музей-модь, я, например, из-за чего-то заболела. Там, кунме, малыши, вещами-модь, там ещё может быть, да? Вот. А так здесь только вот понна. Понна версия. Дальше, что тут ещё? А, вот интересно тоже, да? Водка, удмурты. Раньше большие реки и Вятку, и Кама назвали Кам. Вообще Кама название – это или Кам по удмуртски Камшу, или Кам – это название большой воды. То есть вот Водка тоже называли Кам, потому что большая река. Потом уже это вот русское название Водка. Но вообще слово Кама, это у удмуртски, оно означает большую воду. Вот. Вы знаете, что и Вятка была когда-то на веках у удмуртов Камой называлась. Умой? Так, Оля. Так, я, да? У тебя всё в очевидном прошедшем времени. Всё хорошо, но, да, если я не была свидетелем, я уже пришла на следующий день, да, вот приехала там из Ижевского, например, студентка, да, и уже, о, бабушка, оказывается, вчера собрала малину, сварила, засушила и так далее. Я, как бы, констатирую то, что произошло без меня. Вот. Поэтому, да, здесь у нас была тем более задача отрабатывать неочевидное прошедшее время. Поэтому люкан, бичан, куаштем, клинозлыш, варенья, куаштем. Вот здесь у тебя с Эмежи ещё что-то как-то было не так, не то. Эмежи я написала, Эмежи. Да, это как любимое у Артёма, тоже Санегирёва любимое. Эмежи – это моя малина, а Эмежи – это малина. Это в песне Эмежи – моя малина, да. Эмежь тоже, отказать, без суффиксальный, потому что мы как категорию некоторую без какой-либо конкретики. Джины Зе, да, половину, здесь Зе – это суффиксальный акузатив и плюс ещё притяжательный. То есть Эмежи, Джины Зе, здесь имеется в виду, что половина малины, её половину засушила в печи, а из оставшейся или оставшуюся, тут можно и так, и так… Я через глагол Кельтона и делала. Кельтоны? Оставшиеся, да. А, Кельтэм Зе это написала или как? Кельтэм Блэйш. Кельтэм – это оставленное, а Клем – оставшееся. То есть, ну, теоретически можно, то есть она оставила какую-то часть, а здесь Клем – это оставшееся, Кельтэм – это оставленный. Я к тому, что я правильно создала вот этот оставшийся, ну, из Кельтэм Блэйш это правильно я сделала или нужно по-другому? Да, Кельтэм, да, всё правильно. Да, и вот здесь вы видите, Клем и Кельтэм, они точно так же образуются, да, как неочевидная прощающая форма, но это уже от глагольное существительное. То есть, видите, они уже выступают не в роли глагола, а в роли существительного, хотя они точно так же образованы. Например, а, по-моему, с Клем потом у меня будут примеры, мы к этому ещё вернёмся, да, то есть вот про то, чтобы вы не путали эти формы между собой от глагольное существительное. Ну, их сложно спутать, они потому что разные. Я как раз вот это предложение маме накидывала, и она мне сказала Кельтэм всё-таки. А, ну вот. Кельтэм Блэйш сказала, но в обычном прошедшем, в определённом. Да, ум мой, мальчиком озвань, Рома я не заметил, не увидел. То есть, тут один глагол, просто я его значение два подчеркнула. Так, здесь у нас мон. Сейчас вспомнить, по-моему... А ты не делал, Рома, я не делал. Да, я не делал. Ну, видно, такое лёгкое упражнение, предложение. Один и глагол. Из него мы делаем сначала положительную форму, утвердительную, а потом самое простое отрицание за счёт эвэл впереди ставим. Сегодня мы возьмём более сложную отрицание. Ты прямо всё рассказала. А, ну да, тогда получается... Мон, эвэл, аджишкэм, эвэл? Эвэл ставится здесь вперёд. Мон, эвэл, аджишкэм. Нет, мон, эвэл, аджишкэм. Да. То есть, видите, мон, аджишкэм. Я увидел, оказывается. Я не увидел за счёт эвэл. И эвэл ставится перед глаголом данным случаям. Умой. Маша. Мон, эшэ, кэмэ, витэмэз, мэнэ. Соберее, одыг, гуртас, мэнэмэз. Так, смотрим. Эшэ, монэ, кэмэ, витэм, возьмам. Вот здесь что-то не то было, не помню. Езана факультативный добавила. А, эшэ, кэмэ, витэмэз, возьмам. Соберее, огнэз, он в одиночку. Он в одиночку. Огнэз. Мон, огнэм. Тон, огнэн. Согнэз. Согнэз. Видите, тут те же самые сутексы повторяются. Вот это дэ, вот это зэ в третьем лице. И гуртас, бертэнэз, кошкэнэз. Ну, вот это ез вообще очень редко употребляется. В башкирии употребляют постоянно. Ужа, мед, ужа, мед. Вот, да. Ну, у нас, да, с учётом того, что из восьмик человек, у нас один человек из башкирии, это уже очень большой показатель. Ласково так отбрило. Нет, ну почему нет? Аккуратно так, дипломатично. Ну, я вот никогда сама не употребляла ез и никогда не слышала. Я ничего не могу сказать. У меня мама очевидно прошла, что он говорит. Я говорю, я буду говорить с ней. Хорошо, да, Матя. Говори, говори. Ты не раз того говоришь, мужикирка. Мы говорим, мы говорим красивее. Говори, надо говорить. Каждая лягушка своё болото хвалит. Мы с вами изучаем литературный язык. Я всегда говорю, но вы, каждый из вас, носитель какого-то диалекта. Либо вы выбираете диалект носителем, которого хотите быть, или хотите, ну, чтобы вас могли распознать. Вот, поэтому, Надя, правильно, надо свои вещи в язык свой вносить. Этими прекрасно в Модморске, что много диалектов, он разнообразный, и можно выразить одно и то же очень разными формами. Да, ещё можно ошибаться и создать новый диалект. Вот, 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 я об этом уже подпишу. Московский диалект удморского языка. Да, да, да. Так, Надя, как раз, Тонат Чиродет. Вот это. Пятое, да, у меня получается? Шестое. Шестое. А, шестое уже про книгу, точно. Так, мы, а, это кино, мы это кино уже три года назад посмотрели, оказывается. Ой. Митакинозе кюняртолэс... Что я написала, я не могу понять. Митакинозе кюняртолэсчло отделям, отделям мы. А я учки использую, учканы. Смотри. Учки шкем. Ой, а почему так? Ну вот. Значит, смотри. Учки шкем, да, во-первых, глагол, потому что аджины это видеть, учкны это смотреть. Учки шкем мы не. И ля только в формах ты и соос. Учки шкем мы, да. Да, учки шкем мы не, или и не уже, да. Так и но ес. Вам подсказка. Когда появляется слово та, указательное, это тот, такой, сикой. Кузатив сразу. Мы всегда ставим адкузатив. Показатель адкузатив простого склонения. Показатель адкузатив простого склонения, это ес. Зэ, то, что ты поставила, вот как джинны Зэ, да, это у нас притяжательный. То, что у тебя получилось та кино Зэ. Вот если вы обсуждали какого-то режиссера, и вы говорите, вот этот его фильм уже три года назад посмотрели. Когда можно сказать через Зэ, например, да, аминабар, ну, испанский, аминабар-рэш, та кино Зэ и так далее. Так, а не на. То есть Зэ, это в адкузативе чей-то, а вот кино Ес, это не чейный. Я все понимаю, наконец-то. Я сейчас расплачусь на радостях. Простите. Так, Артем Снегирев. Талон, тон, лекции Е, учьем. У тебя получилось, ты упал в лекцию. Вчера ты упал в лекцию. Очень понравилось. Ну, как в английском упасть в любовь? All in love, да? All in love, да? Уме ущем, да. Уме ущем, да? Ущем не просто падать. Уме ущем, устойчивое выражение. Уснуть, да, заснуть. А и жены здесь никак не подойдет? Я вот тоже сначала... Да, написала так. Это был сусыпал. И жены здесь всем. Суспал, оказывается. А уме ущемы это именно засыпать. Заснуть, ага. Уме ущем. Ну, да, я даже в словарь не полезу. Ага. Лекции, да? Во время лекции, на лекции. Угу. Умой. Тема. Преподаватель забыл проверить наше домашнее задание. Ух, как плохо слышно. Так, есть шероховатости, но глагол был правильный. Все остальное смотрим. Дыши тыщ, гурте ужмес, эскерны, вуне тем. Да? Гурте ужмес. Вот здесь, по-моему, было что-то. Вот мес. Ас гурте уж я написал. Ну, типа наше. Гурте ужме, по-моему. Специальный софикс обязательно должен быть. А я ужмы написала. А почему ужмес в множественном числе? Да. В смысле наше? А, наше. Наши задания. Ужмы. Гурте ужмы – это номинатив. Гурте ужмес – это аккузатив. Да почему? Я же посмотрела, я проверила аккузатив. Еще бы ты его не проверила. Кузатив. А, ужмес, да. Простите, ужмес. Да, я уже не проверила. Простите. Ас – это свой. То есть здесь ас мы можем ставить только в том случае, когда говорящие говорят о себе, о своем чем-то. Здесь дышат ищ ас гурте ужзе эскерны в унетем. То есть здесь было бы свою работу проверить забыла преподаватель. То есть ас только в том случае, если действия совершаются теми же людьми. То есть, например, ас гурте ужзе эскерны в унетем. Дышат ищ – это не логично, но грамматически все правильно, да. Дышат ищ – ас гурте ужзе эскерны в унетем. Учительница забыла проверить свою домашнюю работу. А я еще к учительнице притяжательный суффикс добавила. Я она стала. Дышат ищ мы. Хорошо, прекрасно. Можно так? Логично, логично, что не с улицы учительница. А раз мы про нее говорим, то да, очень логично. Ес, хоть здесь, нормально. Да, удмуртский язык требует притяжания, даже избыточного. Да, все должно быть пристроено, все чье-то. Без хозного ничего не должно быть. Правильно, все так. Эту книгу вы уже читали в прошлом году, Юля. Тон, вы ищет, вот, к началу. Так, книга есть, ты, ой, не спидел. Кле, Марин, Лиджелем Дени. Шо, нет, по-моему, все замечательно было. Ес. Вот здесь Кле, Марин, может быть, кто-то еще, ну, мало ли, Мил. А Арчем, Арин можно? Че? Арчем. Арчем. Да, тоже можно. Мне кажется, выражение Кле, Марин. Да. Да, Арчем, мне кажется, это калька, наверное, русского. Арчены – это проходить, а калины – оставаться. Соответственно, Кле, Марин в оставшемся году по-русски так не говорят. Арчем, Арин в прошедшем году так по-русски говорят. Поэтому это калька. Ну, я посмотрела в этом, господи, чем я пользуюсь. Я не совсем словарем пользуюсь. А знаешь, чем пользуюсь? Корпус удмуртского языка мне. Вот это удмуртский корпус? Ну да, я тоже им пользуюсь, тем более там можно аудио послушать, как произносится слово в большинстве случаев, что тоже удобно. От Яндекс-переводчика, да. Да, нет, Яндексом я не рекомендую пользоваться там, потому что маленькая база, и он очень некорректно переводит. Лучше найдите слово, грамантику, вы знаете уже, вам ее просто надо отрабатывать. Я оставшись все так сделала сама. Какая-то музыка пошла. Оля, наверное, с днем рождения поздравляет. Да, да, сейчас я отойду немножко. Отойду, боже. Так, у нас Марк идет. Да, ты забыл, видимо, что мы вчера уже об этом говорили. То он вон это мед, ми ини, то лон со ща рыч, веращ, кем мы шуиса. Ага, так, ини мы ставим в конец после глагола. А, шуиса ини, да? Здесь, смотрите, можно несколько вариантов. Тон вон это мед, лащ, а тон веще, веращ, веращ, кем мы шуиса. Да, можно вот так, это самое простое. Вот я так и делала. Вот, потом, смотрите, усложняем. Можно добавить вот шуиса, веращ, кем не шуста. Это будет как бы такая более... Тон вон это мед, лащ, а тон веще, веращ, кем... Сейчас, подождите, тут надо интонация. Тон вон это мед, а тон веще, а тон веще, веращ, кем не шуста. Да, вот. То есть немножко интонация будет меняться. А что это за форма веращ, кем, а не веращ, кем мы? А почему там же должно быть очевидное? Мы же говорили. Почему очевидное же говорили? Нет, ты-то забыл, а говорили-то мы очевидное. Да, да, почему да? Это потому что очевидная форма, и поэтому... Ты забыл, оказывается, что мы вчера об этом говорили. И тут еще одна такая нюансик, да? Ты забыл сегодня, а мы говорили вчера. То есть предпрошедшее время. Ой, мамочки, в английском это точно есть. Да. А в муртском что такое? Верачки-мнивал. Это очевидное предпрошедшее. Но этого мы не проходили, это нам не задавали. Я вам просто говорю, что если вы увидите вот такую форму, она тоже имеет место быть. Это как раз вот аналитически уже сложная форма прошедшего. Проблема в том, что если я это в тексте увижу, или на словах услышу, я просто не пойму, что это. Я пойму. Это в сказке про зайца было. Да, да, это у нас было. Ты поймешь, потому что это легкие, очевидные формы. Они строятся от этих же глаголов, от неочевидной формы. Но к ним добавляется вар и глэн. А давайте мы это пройдем быстро. Так будет конструктивно. Ну или на следующее. Нет, давайте на следующее заедем нормальное. Это мы, во-первых, в виде текстов видим, привыкает глаз. Во-вторых, мы это, да, посмотрим, но не будем сильно останавливаться. Потому что это... Нам надо пройти. Все как для военных растолковать. Это еще просто. Я ненавижу их. На следующий раз. Вот. То есть, если вы напишите Толун Мисушавич Верашкинни, это будет правильно. Если вы добавите ВАЛ, это будет идеально. Ага. Так. Умоль. Так, это было последнее. Правильно предложили? Бен. Да. Так, посмотрим отрицательную форму. Мы с вами смотрели... Ух ты. Какая машина-то. Да, это на слово отрицание выходит такая картинка. В машине это вид моего детства. Ну да. Чудо. Смотрите, значит, неочевидное прошедшее. Как строится отрицание, да? В очевидном мы помним, что у нас частицы мон, эй, да, эд, эс и так далее. То есть, они отличаются. Здесь у нас отрицательная частица – это эвэл. Она всегда идет перед глаголом. И она добавляется к утвердительной форме. То есть, вы запомнили утвердительную форму, и потом к ней добавляется просто эвэл. Все. Вот это простое отрицание в неочевидной прошедшем. Вот эта форма употребляется, как правило, на севере республики. Но есть более сложная форма. Здесь везде показателем будет МТ. Сейчас я про это сделала, как у меня... Так. Вот смотрите. У нас к основе, это будет, будь то это первый тип глагола, будь то это второй тип глагола, то к этой основе мы добавляем суффиксы ИШКЫ, МТЭ, ЛИБО ШКЫ, МТЭ, ЛИБО ШКЫ, МТЭ. Да, то есть у нас сейчас по-прежнему еще вот в таком виде. Утвердительная. Утвердительная, значит, была ИШКЕ в первом типе глаголов. Ну, здесь в отрицании ИШКЫ, МТЭ. ШКЕ, ШКЫ, МТЭ. Видите, здесь надо запомнить, что ИП просыпается, то есть у нее не было в утвердительной форме ШКЫ. Здесь было ШКЕ, тут ШКЫ. И плюс МТЭ, обязательно МТЭ. Это отрицательная форма, да? Это вот прям... Но вот это, поскольку литературный язык в основном, ну, в основном сейчас литература, как сказать, удмутская интеллигенция, это большая часть южане, поэтому большая часть вот этих формы будут в литературе встречаться. Ну, что-то я вспоминаю, МТЭ, это же тоже идея причастия. Да, да, это тоже идея. Скорее всего, это одно и то же на самом деле. Это отрицательное счастье. Но, Марк, об этом пока не говорите, не все об этом знают, чтобы не запутаться. Ну, знают все, я на журнал хочу все знать. Вот сейчас заслужишь отключение микрофона. Вот в форме ТОН и СО у нас было МЕМ, М, да, в утвердительной, то есть вот этих формах ТОН и СО. Здесь у нас И вместо МЕМ плюс МТЭ отрицание. Во множественном числе в форме МИ было ИЩКЕММЫ, здесь у нас ИЩКЫМТЭМЫ. То есть у нас ИЩКЫ, ИЩКЫ и в форме МОН, и в форме МИ. Дальше идет отрицание МТЭ, и дальше идет показатель лица, множественное число МЫ. ИЛЬЯ снова у нас в форме ТИ и СООС, ИЛЬЛЯМДЫ было в утвердительной форме, ИЛЬЛЯМТЭДЫ у нас идет в отрицательную. ИЛЬЛЯМЗЫ, ИЛЬЛЯМТЭЗЫ. То есть обязательно должно быть МТЭ, и во множественном числе МЫ, ДЫ, ЗЫ обязательно. Здесь еще вот тоже добавляются всякие факультативные Е, ЕД, но главное вот вам вот эту базу запомнить. Сейчас мы почитаем. Вот смотрите, ЮИЩКЕМ, да, от глагола ЮНЫ. МОН ЮИЩКЕМ, я выпил, оказывается. МОН ЮИЩКЕМТЭ, я не пил, оказывается. Ой, ну да, не пил, оказывается. И факультативно Е здесь может использоваться. Я вот не видела, честно скажу, ни на письме, ни в речи. Вот, Надя, ты обрати на это внимание. Мы говорим так. Вот ЮИЩКЕМТЭ, да? Вот так через Е. А, нет, подождите. ЮИЩКЕМТЭ, нет, ЮИЩКЕМТЭ просто мы говорим ЮИЩКЕМТЭ. Вот, то есть Е, она есть факультативно прописана в учебниках, но кто ее видел, слышал, не знает. ЮЭМ, ЮИЩКЕМТЭ, ЕД. Вот здесь ЕД очень часто встречается факультативно. СОЙЮЭМ, он выпил, оказывается. И СОЙЮМТЭ, он не выпил, оказывается. ЕС опять факультативно. Вот ЕД, мне кажется, чаще, да, вот, а вот эти Е и ЕС, они, возможно, что очень редко, но, опять-таки, говорю, я... А как больше вот эти факультативные суффиксы используют? Северные или южные? Слушай, они уже, северяне вообще вот эти суффиксы редко используют. Нет, я имею в виду не только в этой конструкции, а вообще в любых других конструкциях, где есть факультатив. Я так смотрю, что это свойственно больше определенным диалектическим группам, да? Да, тут очень логично. Север, холодно, надо сокращать выход шислорода из роста. Поэтому, короче... Ой, а вы такие, а то у нас так горячо там. Да, вы же ищущий народ, вы же как испанцы, итальянцы, такие... Ой, я не могу. Для нас, для северян, да. Я могу говорить, что я горячая, знойная женщина, теперь я не могу. Ну, конечно, даже внутри Болезинского района у нас очень четкая граница. У нас там начинается уже, видимо, тайга. И вот мои бабушка с дедушкой, они живут на 30 километров дальше от нас. И у них снега бывает больше, у них больше елей, более хвойный климат там, да, холодный, больше снега, дольше лежит. В Удмуртии, смотрите, даже по сводкам, если смотреть, юг Удмуртии на две недели раньше начинает сев, чем север. Две недели, а с Башкирии, я думаю, все три недели. Поэтому в этом как бы север, юг, так что есть разница. Значит, в форме ми, да, запомнили форма тон и со, ю, м, т, м, т, просто добавляем в основе и все. Самая легкая форма тон и со. Ми, ю, ищ, кем, мы, мы выпили, оказывается. И ми, ю, ищ, кюн, т, мы, да, м, т обязательно. Ты – юэль лянды и ты – юэль лямтеды. Сос юэль лянзы и сос юэль лямтезы. Вот. Я говорю, что я вот сама тоже использую вот через «вэл», но вот этим «т» я тоже могу сказать в форме «тон», но вот это через «мон» и «ми» я вот этим не использую. То есть «лямте» да, могу сказать, но чаще, мне кажется, «вэл». Маму после занятия в тупик поставлю. Вот я тоже прошу. Да, ну что, смотрите, да, вот запоминайте. Сейчас будем делать самостоятельно. Вот глаголы, попробуйте предпрягать глаголы и в утвердительных, и в отрицательных формах. А в обеих отрицательных? Да. Как вы хотите. Нет, только в синтетической, только в «монте». Ага. Обычная очень просто образуется. Ну что, давайте, я вам даю три минуты. Подожди, пожалуйста, а можно их сейчас переписать, а потом ты нам правила откроешь? Нет? Я сейчас вот оставлю так, как здесь. Ты можешь себе выписать эти глаголы, самостоятельно сделать, несмотря на экран. Я хотела правила отрицательные, чтобы было на экране. А, ну вот специально, да, сделала. Так, я вам даю три минутки. А, ну это мало. Ну что, пять, что ли, дать? Это много. Не-не-не, опять нормально. Давайте пять минут, всё. А, подождите. Гребить. Гребить. Продолжение следует... 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 И соус вунетелья мтези. То есть вот форма ты и соус строится легко от формы утвердительной. Здесь главное мтэ поставить. Форма мон и ми строится ищем. Вот тоже легко строится от утвердительной формы. Просто надо везде ставить мтэ, не забывать. Умой. Так, Маша, Надя. У нас сейчас пара была. Давайте сделаем так, что утвердительную по три. Давайте сделаем так, что Маша, например, от мон тон со и утвердительную и отрицательную. А Надя ми тис роз. Мы договорились? Давай, Маша. Малпашкем, Малпашкымтэ. Малпашкем, Малпашкымтэ. Угу, что нет? Малпам. Малпашкымтэ. Что Малпам? Да, факультативный ег я поставлю. Факультативный ег. Малпам. 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 Тэ. И можно факультативно ег поставить. Со Малпам. Со Малпам. Малпам. премьез. Смотри, тон и со строятся одинаково. Тон малпам, со малпам. Тон малпамте, со малпамте. Вот так. Это второй тип глаголов, да, глагол малпаны, поэтому здесь основа к ней только мытэ добавляется. Тут уже ничего не надо. Ни-и, ничего не надо. Ни-и. Валамона понятно или сложно? Бен, Валамон. Просто надо набить руку. Надя? Я просто это не буду использовать. А ты используй, вопреки. Не буду. Надо с собой бороться. Главное, чтобы вы сначала научились это видеть в тексте, или слышать, а потом уже это вопрос практики, то есть вы постепенно привыкнете, и уже не будет казаться так сложно. Главное, сначала видите и слышите. Надо газету «Джечбур» читать. Читайте газету «Джечбур», да. Так, Надя, давай. Ми мал пачкем мы. А ми мал пачкем темы. Мал пачкем темы. Мал пачкем темы, да. Там и меняется, да. Мал пачкем темы. Помни Илья, ты и СОС приходите. Ага. Ти мал па лямды. Ти мал па лямтеды. Нет. Да. А почему? Лям, Ти, Ди. СОС мал па лямды. СОС мал па лям... СОС мал па лям... Ти же. Угу. Правильно. Лям, Ти. Видите, здесь лям, а здесь лям Те. Вот, это М становится из-за отрицательной уже. МТ. И БЕРХУМЕТЕС. И последнее у нас АДЖЕНЫ. Видите, глагол первого типа, то есть корень везде АЧ-АЧ, поэтому не забываем, что нужна будет соединительная И. И тут у нас два Артема выходят на сцену. Давайте также Артем Снегирев, МОНТОНСОН, утвердительно-отрицательный, А Тёма сделает михий СООС. МОН. МОН. АДЖИШКЕМ. АДЖИШКЕМ я увидела, оказывается. Дальше. МОН. АДЖИШКЫ. МТ. АДЖИШКЫ. Да, Те. У нас здесь уже УИ появляется, и отрицательный МТ. МОН. ТОН. А, ТОН, да. ТОН, АДЖИМ. Ага. Здесь я написала. Да, факультативная Е, специально для Нади пишу. Спасибо. У меня в Ашкиле радовалась. Да, да. Дальше. ТОН, АДЖИМТ. 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 Может быть, ТОН. СО? СО АДЖИМ. СОНЕТ. Самая лёгкая форма. Да, я налогично. СО АДЖИМАМУТЕ. СО АДЖИМТЕ. СОНЕТ. и тема и отделяем ты и отделяем и отделяем ты и они не увидели, оказывается такой математический подход можно набить руку я вам пришлю еще, чтобы вы распрягали, потом проверим вместе глаголы на спряжение так, манечком идем дальше итак, смотрите, вот это было и в том числе домашнее задание но тут, если вы это делали дома, то вы использовали простую форму делали? я делала уже сразу через ту, которую сегодня прошли а потому что я посмотрела презентацию накануне Олину и увидела, что там уже вот эти вот таблицы были ой, презентацию ты посмотрела ну вот эта презентация, которую я выслала после прошлого урока там была отрицательная и сложная уже форма, которую мы сегодня разбирали да умой, значит, смотрите тогда, что мы делаем сейчас будем тогда читать предложение, вставлять Юля, ты первая давай, теперь тогда делаем уже только сложную форму тут все будет через отрицательное я ничего не перевела ну мы сейчас вместе сделаем экспромтом давай переводить экспромтом да еще и ставить сразу, да, в нужную форму да ну вы меня прям вообще в такие границы ставите тут все будет на ты да почему? то есть тут будет, видимо, мама к ребенку, ну или не, к ребенку, не знаю какая-то, к Золушке мама, мачеха к Золушке обращается что ты вообще дома делала? вот то не делала, это не делала пятое не сделала а я на со делала почему здесь то? ну давайте я начну да нет, ну ладно, я сейчас на ходу сделаю потому что тут корид форма и щешке мед да, вот эти первые предложения показатели на социал потому что это сон давай так сужа нет, давай предложение читай а, то это не маркаридорин щешке мед наук по ТА картошка картошка, но сужа сужам тэ сужам тэ дэ сужам тэ дэ сужам тэ ед факультативно, да, ед можно использовать а, ед блин лад сужам тэ дэ mine сужам тэ ед Что ты сегодня делала дома? Да, но если быть более точным, не почистила картошку, А, ну да, а я же в третьем делала, не почистила картошку, не сварила суп Да, или ты, Золуш, почему не почистил картошку, да, не сварил суп? Почему только это к женщине может быть обращение? Золушь Дальше вот это тучты пуни, коня, ожог, вылын, да? Да Это что, вилки, ложки, что ли? Тучты пуни, посуда, да Тучты, тарелка, пуни, ложка Тучты пуни, коня, ожог, вылын, состы, но мешки лям тезы, да? Ну, тут скорее всего на тон все-таки, то есть она отчитывает одного человека А, то есть ты не помыла, да, не помыла тогда Мишким Теет Конечно Мисхким Теет Да. Мишким Теет Каркан Кыльш веракс Мишким Теет Ммарк посуда на посуда на посуда на столе ее не помыла ты ее не помыла или ты ее не помыл коня это сколько посуды на столе даже ее ты не помыл коня здесь указывает на много сколько посуды на столе у мой оля о биг предложение читаем одно предложение переводим каркан а кэш вы же тут тоже дамич мишкаем ты мед мишкин ты ед будет да ты не вымыл корка из у тебя есть ты ед у тебя есть ты едет дома дома грязно наверное дома грязно это грязно это южное слово в ижес что-то я не помню это слово в ижес это и мост и пол а полы немыты дома не прибрано до утят и ночи много убирать свои пять копеек вставить а оля переводила как я в третьем лице может быть во втором все таки на ты не убрала дом да да не убрал и ты да мы делаем через ты у мой так уля рома я честно говоря не делал буду пробовать тогда надо поставить во второе лицо единственного числа кирын скал бэксэ со е но кис кем кис кем это подарила а нам надо сделать отрицание а тогда кис кем другую форму вот надо форму тон сделать отрицание а можно через эвэл кис кем ты ед кис кем уля верни пожалуйста от жены еще разочек а можно вот уточнить у тебя в единственном числе второго лица 2м получилось да фактически смотрите что у нас здесь да у нас вот аджи аджи то есть у нас и тон и со можно строить от основы вот оттекли но это сложнее то есть искрыны это второй тип а кис кем ты ед добавляем им все форме тон и со добавляем и факультативный гет переводим крыр крыль урамы педлон это все синонимы наверно на улице корова что-то корова ходит или жует траву и еще свое что-то у нас это было доить точно получается она была доеная наоборот отрицательная форма на улице мычит корова ее а точно мы же отрицательно боже мой что у меня вообще с головой происходит да и ее не подоил да я не подоил да все верно у мой так маша кури гьёс ке ща шка савит ло со сты сюдым те курица ходит и кричит и много курицы ходят и кричат их не покормили их тоже не покормили со стыну и их тоже да ке ща шка сайта где причастие от глагола ке ща шка ны кричать и даже хлеб не поставила да да коты ны замачивать от слова кот сырой замачивать ставить да нянь коты ны ставить тесто дыщ коты ны может быть выражение дыщ коты ны это замачивать белье да перец текает там вещь коты ны и хлеб не поставила и берг метр а последняя и ну все самой приходится делать придется делать все самой придется делать да смотрите здесь сложные такие сказуемые коси вал коси мы это знаем я заставила до косы ны заставлять глагол коси вал это очевидная форма плюс вал заставила было т.е. это она сделала когда-то то по-шече да 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 это по-шече вам перфекция по-шече да заставлять да по-шече и лэш-то но лос лэш-то но лос лэш-то но лос вы знаете лэш-то но форму да это надо делать Это в настоящем времени. Вечтонопа надо было сделать, да, но было, тоже можно сказать, надо было сделать, оказывается, да, то есть мы не знали, да, не думали об этом. И будущая форма, Вечтонопа надо будет сделать. То есть вот, видите, вот эта форма, она вроде бы Вечтонопа была только у нас с вами в настоящем времени, но за счет дополнительных слов, вот ВАЛ. Бля, ты нам вот это потом пришлешь, да, к комментариям к урокам? Да, да. Вечтонопа ВАЛ, ВЛМ, ВЛОС, да? Комментарии излишни. ВАЛ и ВЛМ, ваше время. Время, ваше время, а ВЛОС, будущее время, да, то есть вот от этой формы мы можем построить уже и будущее, и две формы неочевидного прошедшего, ой, две формы прошедшего времени, чтобы меняться в значении. Так, что мы делаем? У нас же не все смогли поучаствовать в процессе. Продолжаем проверять домашние задания. Нет, мы продолжаем работать с этим текстом, сейчас будем форму «ты» делать, «ты», «ты», форму «ты». И барабанная дробь, соответственно, надо и первые два предложения в каренную форму поставить. И у нас идёт Артём Снегирёв по списку. Ну опять, сначала, да? Тон, туне, мар, корид, дурын. Да, только здесь что? Нам надо тон заменить на «ты», корид заменить на правильный вагон. Ти, туне, мар, корид, дурын. Тоже мой. Дальше, вот это «щищемед», да? «Ед» – это у нас всегда показатель второго лица, одинственного числа. Какой у нас показатель для множественного числа второго лица? Чищемеды. Чищем «ты», да. Чищем «ты», но уг, поты, а. Картошка, но сужа лям, тэ, ды. Шит, но прэщ, ты, ля, нет, прэщ, ты, лям, тэ, ды. Шонер, шит, но пэщ, ты, лям, тэ, ды. Шонер, перевод, я думаю, уже все понятно, запомнить, да? Тьома. Тож ты, у них, кэня, джек, вылэн, соос, ты, но міщ кіллям, тэ, ды. Илья, Илья, у нас, не забывайте про Илью. В форме «ты» и соос. А, міщ кіллям, тэ, ды. Шонер, міщ кіллям, тэ, ды. Тож у май? Юля? А, міщ кіллям, тэ, ды. Кэрган, кырш, выжэс, міщ кіллям, тэ, ды. Учал, ты, лям, тэ, ды. Тож у май? Марк? Кырин скалбэксэ, соє, кыск кіллям, тэ, ды. Угу, Оля? Курэгьёс, кэшкэсавітло, соос, ты, но, щу, ды, лям, тэ, ды. Угу, у май? Рома? Янь? Так, я здесь, я здесь, Монтатын. Так, я что-то тут... Няньку тэны. Хайк, последний. Нянь, но... Да, вот вижу. Няньку тэны ко сьём. Ко си вал. Коси вал. Ко си айно ко тэды. Илью, вспоминай Илью. Ко си соос, вспоминай Илью. А, у нас же со. Нет, у нас си. А ты, а ты, тогда ко ты лям тэды? Шо нет. Нет, ко ты... Ко си нет, да. Извиняйте. Ко ты лям тэды. Ну, всё. Да. Ваньзэ. А, перевести ещё, перевести. Нет, всё, уже один раз уже переводили. Мне кажется, одного раза хватает. А, всё, торможу тогда, ладно. За это время ничего не поменялось. Да? То есть, можно либо было сделать легко и просто за форма утвердительная плюс ЭВЛ, да? Либо сделать более сложно с формой МУТЭ. Умой. Менышком ажваль. Вот, про не путайте, да? Про то, что я на прошлом занятии тоже говорила. Что это, вот эта МЕ форма, она может быть и неочевидная прошедшая, то, что мы с вами смотрели, и обглагольная существительная, и причастие прошедшего времени, да? Например, вот такие предложения. Как раз глагол клем. Клем арняет даст градус шумы ТВН. На прошлой неделе было, оказывается, 10 градусов, да? То есть, клем арняет, это у нас причастие прошедшего времени, клем, оставшаяся. Эше поезд лэш клем, да? Мой друг отстал от поезда. Клины оставаться, да? Сюда запишу глагол. Клины. И мы нам нотатын клеме по ТЭ. Конструкция «мне хочется здесь остаться», в клеме по ТЭ, где клем – это отглагольное существительное, Е на конце – это показатель лица, что «мне хочется остаться». Скорее всего, что это все одни и те же формы, это просто умники сделали разные глаголы. Ну как так? А так, да, это, скорее всего, имена, поэтому и через ЭВЭЛ отрицание. Угу. Ну нет. Да, это пятиминутка, лингвистическая пятиминутка, да. Педлон зоруны куцкем. На улице, оказывается, начал идти дождь, да? Зоруны дождить куцкем начал, оказывается. Куцкем ужде поможас вутты. Да, можно запомнить это выражение. Начатое дело доведи до конца. Кум – это конец, вутты довести, повелительное, да? Куцкем здесь у нас, вот в этом случае, это у нас при части прошедшего времени. Да, д – любимое, это у нас… Аккузатив с притяжательным суффиксом. Ой, да. Аккузатив с притяжательным суффиксом. Куцкем уже в номинативе куцкем ужде в аккузативе. А вот кумо-жаз. Кумо-жаз. Это мы с вами еще возьмем, это вот три падежа локальных. Исходный, вот куда, откуда и где, с лично притяжательным суффиксом, они немножко видоизменяются. Это очень часто встречается, да? Но мы еще это с вами не брали, но мы возьмем. Та уж борды, солен, куцкемес, ик, укпот. Да, конструкция опять нежелания, куцкемес, укпот. Да, ну вот так сделаю, чтобы вам легче было воспринимать. Куцкемес, укпот, диез, это у нас лично притяжательный суффикс тоже, да? Что он… Предельный получается подмежит. Ну не хочется. Какой? Предельный, кумо-жаз. А, ну да. Здесь, да, здесь, да. А у нас шещен, я рожен. Да, здесь, да. Та уж борды, солен, куцкемес, укпот. Все, видите, вот как бы разные функции, и по-разному немножко будет переводиться как часть речи. Умой. Мы начнем, ажвань. Идем дальше. Вот здесь сейчас либо возьмите, у кого есть учебник, либо в таком виде. Это текст со страницы 158, лабы-лабы. Ух ты ж, ёпоро, какая-то. А, хорошая сказка про Бога. Эм, да. Так. Да. Вот. Технически только так могу решить. То есть, наверное, удобнее будет из учебника смотреть. Ма-каро-но. Что надо делать? Ше-к-то-но, вань-карон-кэл-ёсты, вань-глагол-ёсты. Надо найти все глаголы, которые здесь есть. И, соответственно, они большей частью здесь будут в форме неочевидного прошедшего времени. И подсказка, да, большинство из них будут стоять в конце предложения. Мы с этим текстом будем сейчас работать. Мне не столько сейчас важно, чтобы вы понимали, о чем речь. Мы сейчас будем работать по принципу грамматическому. То есть, вам надо сейчас вот на этот текст смотреть как на пазл какой-то, как на лего. Вам надо его разобрать на частицы, на части. То есть, попробуйте максимально, вот не зная значение слов, посмотреть на структуру предложения и увидеть, где здесь глагол, где здесь существительное, где здесь ракузатив, где здесь прилагательное и так далее. Хорошо? Я вам даю три минутки, и потом мы смотрим, работаем вместе. Оля, я что-то пропустила. Мы только прошедшее неочевидное ищем в тексте, да? Все еще. Это первое, да, основное. И еще смотрите на структуру предложения. Попробуйте, мы будем разбирать по предложению, чтобы вы структуру... Вот чтобы, например, первое. Вот видит пол инмарлен музеем в лену в исчез. Так, вы видите инмарлен, вен суффикс, да? Значит, у него есть притяжательность еще у в исчез. Вот чтобы вы видели картинку, структуру, конструкции. Спасибо. 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 Так, ой-до-ло-учеком. Давайте вместе посмотрим. Итак, значит, что здесь есть в этом предложении? Да, то есть инма, 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 лэн. Да тут конструкция, ему захотелось. Конструкция поте, тодемеза джемес. То есть вот это помните, да, кому захотелось чего-то. Поэтому тодемеза джемес, потом мы вместе воспринимаем, да, захотел узнать, увидеть. И кому захотелось, он будет стоять в суперсамулен. А кому захотелось? Инмару. Да, инмару, Богу. И что он захотел, Юля, увидеть? Музеем земля, ВЛН на, на земле. А кого на земле? А, улышесы, с жителей. Да, улыш, это мы еще тоже посмотрим, улыш, это житель, да, живущий, это причастие от глагола улыны. Да, да. Ее оснащите на число из акузатив. Правильно, шо нет, ты же мой. Марк? О, дико предложение, читаем пока. Соин бомыщ во щеке, но кучи ВЛМ. Он спустился с неба и всех ВЛМ это увидел или встретил? ВЛМ побывать. Чего-чего? Побывать. А, и везде побывал. Да, ВЛУНЫ, вы знаете, это успеть прийти, сходить, а ВЛУНЫ это многократно. Вот этот суффикс ВЛЕ укажет нам. Улыш, катился с неба и везде побывал. Да, побывать. Улой. Здесь, смотрите, да, ин бомыщ, ин бом, небо или ин, да, еще, а здесь от ул. Да, исходный. Суффикс исходный, да. Сейчас. Улой. Что мой зван, Оля? Танисо майсы дорывуе, но че че зе куре. Вот он, майсы, не знаю, что это такое. Майсы – это шмель. Ага. Там нарисован. Ну да, я вижу. Это вот шмель или к шмелям к шмелю пришел, прибыл. Поймал. Да, пришел можно. И… Поймал. Нет, курыны просить, да. Курыны, и тут неочевидное прошедшее. Попросил. И что он попросил? Мед. Мед. А мед у нас че че в какой форме? Зе. Зе. Почему там зе? Ну, потому что… Так. Марзе. Потому что… Марзе. Ну, Марзе. Как ты ей подумать? Ну, я, например, знаю, я же ей не мешаю. Оль, мой любимый намек. Потому что мед пчелиный, поэтому… Да, потому что это было че че в номинативе, а че че в акузативе. Его мед. Мед шмеля попросил. Мед шмеля. Ой, Рома. Так, так, Монтатым. Я немножко упустил… А ты чем-то другим занимаешься, видимо, когда тебя не спрашивают. А вот, вот так слушай побольше, да, да, да. Вот. Инмар, значит… Я такой, Инмар, это мои слэмы, да? Соку! Сейчас ты уже через… Второй абзац, второе предложение. Переведу. Ну, вот я выписал… Велэм себе. Да. Ты читай, переводи. А, я понял. Да, читай. Да, читай. Мы уже разбираем, походу говоришь. Угу. Соку. Соку майселем тоже умочи че свелем. Угу. 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 Так. Значит, разбираем, да? До двоеточия. Что здесь у нас? Все пытаются позвонить. Так. У нас здесь… Велэм. Угу. Ну, вот. Было, оказывается, да. Майселем че че ес. Это у нас что? Притяжательная конструкция, да? Че че ес – лед. У кого? У шмеля? Угу. Так. Не успеваем. Не успеваем. Ну, она взевает так громко. Громко. Это не у меня. Соку – это тогда. Тогда у шмеля очень много меда было. А, вот как. Угу. Угу. Именно так. Его бог… Та и Мар – этот бог. Этот бог. Там прямая речь. То, что шмель подумал про себя. Прошу прощения. У меня три звонка уже было. Что ж такое? А тебе надо… Ром, если тебе надо что-то делать по работе, то ты делай. Давай мы тебя не будем дергать. Правда. А… Нет. Ну, давайте я тогда… Сполезно, потому что ты даже не думаешь толком. Ты не можешь пока сконцентрироваться. Давай ты свое дело сделаешь. Хорошо. Давай сюда. Я тогда переподключусь через пять минут буквально. Да. Так. Давайте тогда автоматически к Маше перейдет. Маша, можешь перевести, да? И… Так. Что тут пропустим? Что тут пропустим? Этот бог… Чечиме – это мой мед? Да. Это актузатив от Чечье – мой мед, Чечиме. Мы насчитым. Хочет, может быть? От меня. У меня. У меня. У меня. от меня – это вот разделительный падеж. У меня мой мед баштос попросил. Возьмой. Баштос – это брать, покупать. Баштос – ук. Возьмет. Уже. 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 Ук – это же, ведь. Баштос – это будущая форма от главого баштоса. Значит, этот бог у меня мой мед не возьмет. Заберет наоборот. Возьмет. Возьмет, заберет. Ук – это уже дает. Неотрицательная форма. Да. Я по перепуту специальный подумал – шмель. Да. Малпан – это у нас неочевидное от глагола малпан и неочевидное прошедшее. И? Сказал. Тихо, тихо. Маша говорит. Угу. 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 Мои- fi... Мои- fi... Финальё сме. Че-че-ме. Финальё сме. Ме-мее. Что вы такое ausimite? Мои. Мои детей, да. Это актив моих детей. щудыны. Не помню. Кормить. А моих детей будет нечем кормить. Да, смысл такой. То есть, эвэл, тут речь идёт про то, что нет мёда. Че-чи и науэсме щудуны щана эвэл. Мёда нет, кроме как кормить моих детей. Щана – это кроме. Сложная такая конструкция. Шуэн. Ну, на самом-то деле, тут просто че-чи опустили и щана мы редко встречали, поэтому так получилось. И шуэн сказал тоже. От глагола шууны сказать неочевидная прошедшая форма. Умой. Надя? Вот здесь первая ситуация я просто проясню. Я потом посмотрю другие источники. Ну, вот здесь грамматически должно быть «май сылэш эрэк чамзэ». Да. А, «май сылэш»? Да, 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 да. «Орэк чамзэ» – это «пэямзэ», «алдамзэ». Отговорка, отговорка? Ложь? Нет, это врать. Ложь, да. А, враньё. Бог понял, получается, ложь шмеля и его поругал. Ну, вот, «май сылэш эрэк чамзэ» – это «акузатив», «акузатив шмеля». Да, с лично притяжательным, да. «Валам» – это получается «валаны», «валам» – это то, что мы как раз проходим. Неочевидная прошедшая. И его поругал, «каргам». «Карганы» – это даже сильнее, чем поругал. Это «проклял», 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 «карганы». А «каргашины» – это «ругать», да? Я не знаю. Может, у вас что не ругают, что сразу проклинают? Не, ну, может быть, может быть. Нет, действительно, есть такое. Вот в прошлый раз мы тоже разбирались. «Куаретаны», да? Это на севере и в литературном – это «ругать», а в «алнашском» – это «обращаться, говорить». «Улыбный жад» – это как раз глагол «улны, вулны» – жить, быть, да? Ну, чтобы всю жизнь твою иметь в виду. Да, правильно, пока ты живешь, да. И «рекчамон шана» – «за то, что ты меня своими детьми обманул, наверное». Нет, здесь немножко, может быть, сложно. «Кроме». «Рекчамон» – это вот причастие, мы его еще не разбирали. «Валамон», «рекчамон». «Рекчамон» – это столько, сколько, ну, как бы, врать. То есть «пиналезерекчамон шана» – достаточно только для обмана ребенка. Это будет переводиться. То есть «мон» – это как «валамон», «understandable», а вот это «рекчамон» – «обманубельный». «Бельный». Ну, не знаю, как перевести, то есть вот… «Обманубельный». «Асиана» – это «кроме», да, у нас? Да. «Че чьет мегазлуни», чтобы у тебя… Ну, в целом не будет у тебя, чтобы меда не было. Да, да, вот ты соврал мне, что у тебя только… Что у тебя нет меда, а Бог же все слышит. Этот «шмель» подумал, что «да у меня только…» А, даже он это сказал, что «у меня только так, чтобы накормить детей своих». И Бог проклял его со словами, что… Ну, и пусть у тебя меда будет столько, чтобы только детей обмануть. А «шмель» точно обманул его? Да, там перед этим написано, что у него много меда было. Да, да. А, ладно. Так, мальчико, 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 Надя, Артём Снегирёв. «Со, дырыщен, майслен, че че ес, туш, эжит, луе». «Луе». «Луе». Ну, «со, он, че че ес» – это акузатив. «Со» – это ещё, может быть, указательное местоимение, как здесь «с тех пор». Вот это «со, дырыщен, с тех пор». «Ага, с тех пор че че ес» – это акузатив, мёд. Нет, нет, нет. «Есть притяжательная конструкция, майслен, че че ес». «Вот это притяжательная». «Че мёд, его мёд». «Понятно, да? С тех пор мёд шмеля, туш – это много?» «Очень, очень». «Очень». «А, очень?» «А жид не знаю». «Мёд шмеля – это много, а жид мало». «А, ну, с тех пор, с тех пор мёда шмеля, очень мало». «Да, бывает. Луны становиться, вуе бывает». «Да?» «То есть с тех пор у шмеля мёда очень мало». «Угу». «То есть, ну, такие, такая легенда, да? Предание, почему шмеля…» «Да, это рецепт от жадности». «Мэн, чё мы зваем?» «Тёма». «Майси дарыш инмар дурыни дары вуэм». «Дуреньчи». 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 «Асать такое?» «Аса». «Аса». «Майси дарыщ. Сегодня уже был глагол идти, ну, прибывать. От шмеля, косе. А, и от шмеля Инмар отправился к косам. Да, к косе, он по одному ходит. Компания мне ходит. От шмеля бог косе пришел. А почему шмель с большой буквы, а от шмель? Это же начало предложения. Не-не-не, он в другом митинге был с большой. Потому что он большой сам, из-за этого, наверное. Не знаю, это интересно. Нет, здесь начало предложения, все правильно. Нет, а там же было тоник на Майси тоже. Да, как Инмар с большой буквы. Я вот смотрю, потому что это, скорее всего, может быть, косяки, перепечатки есть у них. Но если ты герой сказки, так бывает, что... Надя правильно сказала, что он большой и толстый. Маша, а ты что говоришь? Герой сказки. Мне кажется, потому что он герой сказки. Бывает же так, что кролик в русской сказке пишут тоже с большой. А ты увидишь, что дальше и оса, и что они... Дуринчи тоже герой сказки. Дальше Майси с маленькой. Дуринчи Майси, вот через предложение. Короче, это опечатка. Нет, косяки, перепечатки точно. Да, скорее всего, да. Инмар с большой, это правда, да. Вот это точно герой. Мы уже все, мы пришли к осе. Что здесь у нас? Тема, представь, Юля, давай. Чечиед, Ваня, Шуэса, Юам, Солэш, Инмар. Её мёда, спросил. А, чтобы её мёда взять. Да? Давай сначала, ну, начнём с Юам Солэш, Инмар. Юаны? Печь. Нет. Спрашивать. Спрашивать. У жены печь, Юаны спрашивать. Спросить у неё, у неё, Солэш. Да, Инмар спросил у неё. Спросил у неё. И вот эта часть... Есть ли у тебя мёд? Да. Есть ли у тебя мёд? Да, то есть вот через Шууса мы передали как бы прямую речь. Есть ли у тебя мёд? Угу, у мой, Мак. Ага. Дуринчи, дуринчи, майсы шамены к малпам, но чечиед, аддикшинг, либо джанавел. Кое, шусе, гене, Вань? Кос, кос, кос. Чего? Кос, а не куе. Кос, шуше. Кос, шуше? Кос. Кос, шуше, гене, Вань? Шуэль. Да, ну, значит, оса подумала так же, как шмель. Да, майсы шамен, как шмель. Шамен после лог, да, для... Да. Мон шамен, по моему мнению, по-удмурт шамен, по-удмуртски. Шмелёвски. Сказала. Шмелёвски подумала. Да. Да. Вот это вот, что такое шинкли, биджа, это я не знаю, остальное всё понятно. Шин, что такое шинкли? Ну, ты переводи. Глаз. Глаз, да. Глаз, шинкли, это слеза. А биджа? Биджа, биджим, это большой, да, биджа размер. Ну, да, то есть, да, то есть у меня мёда даже вот со слезинку нет. Одни только сухие соты. Да. Щусь, это вообще воск. Да, воск или соты. Крест щуще. То есть у меня только сухой воск или соты есть. Валамон. Манечко, мае, звань. Оля. Валки, эвэл, так, эвэлки, эвэл, икмедазлос, пыр, медлос, пыр, выжият, одык, кос, щусет, щана. По одному предложению читаем. Ага, ну давайте могу. Эвэлки, эвэл, икмедлос. Нет, так и нет, пусть так будет, пусть так и будет. Умой. Ну, очень короткое это было предложение. Давай. Более, это выжият. Выжият, одык, кэс, щусет, щана, нумеридно, медазлуи. Каргам, суе, инмар. Умой. Нет, так нет, пусть, нет, пусть и будет. То есть, да, понятно, тут вот первое. Если нет, нет и будет. Да. Пыр, выжият. Выжи – это корень. Выжият свой корень, свой корень. А пыр – это от глагола пырыны, повелительные. То есть, зайди, ну, видимо, она под корнем где-то живёт, это имеется в виду. Да, зайди под корень, и что дальше он говорит? Один, одну слезу, что ли, да? Сухой. Кроме, тут надо с конца, в обморском языке лучше идти с конца, потому что очень большое значение имеет послелоги, суффиксы, да, которые с конца присобачиваются. Смотри, кроме сухого воска… Кроме одного сухого… Ничего не будет. Пусть, да, зву, пусть не будет у тебя ничего. Но мы – это ничего, да, у нас? А но мы – вид у тебя ничего, твоего ничего. То есть, тут мурсов даже ничего чьё-то. Даже ничего чьё-то. Твоё – ничего. Да, но мы – вид, но у меня ничего нет. Но мы – мы, у нас ничего, да? Но мы – мы, но… Тут ещё надо по контексту, потому что ноумыр – это ещё и… грязиница. Тверяк. 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 То есть, вот у нас прокляли шмеля, теперь прокляли осу. У осы пусть только будут сухие соты, и действительно у осы там вообще ничего нет. И смотрим, кто у нас третий персонаж. Рома, ты вернулся или нет? Да, теперь я здесь. Да, давай. Ты идешь за текстом даже. Да, сейчас я не потерял. Татышко шкем инмар, но муж дорывуэм. Первый птичком, переводим. Наверное, здесь. Сюда пришел. Отсюда. Отсюда. Отсюда ушел инмар. И? Пчелины, да, сегодня пребывать, приходить. Пришел. И пришел туда. К кому? Муж это пчела. А, к пчеле, да, мы проходили. Пришел к пчеле. Умой. Маша? Даже по логике понятно. Муж лэм, со дырья, коть кин лэш, но эжит, чечиес, в лэм. У пчелы во время... В это время со дырья, в то время со, это еще и указательное местоимение в тот, то время. У пчелы в то время коть кин лэш, это всякого, да? Вот здесь идет сравнительная конструкция, помните, мы об этом, может, говорили, но немного лэш. Говорили, говорили, да. Прилагательным сравнительное дает. Коть кин, это хоть кто. Меньше всех. У пчелы в то время было меньше всех мёда. Шонее, правильно. Надя? Инмар Юан, чутье два не шуиста. Но бог у нее спросил, есть ли у нее мёд. Да, мой. Тема? Вань? Да, я, нет. Да, а, Артем Снегирев, который. Да, мы путаемся. Вань, шуем, муж. Трос, Вань, тау, инмарлы. Вещь, дуне, калык, щи, са, ус, быцты. Есть, ответила пчела. Или сказала, да, шумность как. Ага, сказала пчела, много есть. Спасибо. Спасибо Богу. Спасибо Богу, да. Титрая пчела, она знала о судьбе своих предшественников. Нет, она просто добрая. Благодарна, она благодарна. Да, мне не разъяснили. Да, ладно. В дуне, калык, щи, са, ус, быцты. Щи, са, ус, быцты. Щи, са, это едя, да. Это причастие от щины. Уз, быцты не закончат. То есть, вещь, это весь. Сложное удмуртское слово «весь». Да, переводится «весь» на русский. Дуне, калык, это кто? Народ. Мира. Ну, я вообще-то Артем хотел услышать. Дуне – это мир, калык, это люди, народ. То есть, пчела говорит, весь народ мира поедая не закончит. То есть, у меня так много, спасибо Богу, мёда, что весь народ мира не съест. И, Тёма, Берг, у меня ты предложение? Тушь, джеч, швэм, инмар, ужи, кметлуоз. Вещь, дуне, калык, ши, са, ты, нэшты, чечидэ, мидас, быцты. Часкыт, пушкыш, часкыт, ши, ён, метлуоз. Очень хорошо, сказал инмар. Пусть так будет, народ ест. Пусть твой народ ест мёда. Твой народ? Ну, тут, как бы, люди мира, да, или ты, нэшты, чечидэ, мидас, быцты. То есть, пусть и не закончат, мидас, быцты. Пусть и не закончат. Да, не закончат твой мёд. Да. И... Пушкыш, тут может быть значение внутренность, нутро. Как бы... Пчелы? Ну, видимо, да. Может быть, тут дословно очень странно это переводится. Тут надо не образно переводить. А, знаете, как, наверное? Потому что у неё вкусная внутренность, в смысле, вкусная душа, что она добрая. Да, именно так, да, да, да. Пушк – это внутренность, да? От вкусного наполнения, от вкусного наполнения, пускай и мёд вкусный будет. Ну, чисто того. Ну, еда, да. Сьём еда. Сьём еда. Пусть будет вкусная еда из вкусного нутра. Пусть будет вкусная еда из вкусного нутра. С тех пор, да. С тех пор, так, с тех пор, мёд пчелы, пчелы больше всего мёда, и он самый вкусный. Да, тоже мой, Таобаджир. Значит, гурте уж, домашнее задание. Ещё раз прочитайте этот текст, постарайтесь подготовить пересказ. Значит, и вот у меня вопрос ещё такой, это вот вам что-то картинка, гурте уж. Смотрите, вопрос такой. Есть одно видео, Боко на Моко, это мультик под мультик. Кто-нибудь смотрел его? Какой? Это где Женин брат, что ли, читает? Нет, 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 это год или два назад делать. Смотрите, я хочу вам предложить следующий вариант. Значит, вы посмотрите дома это видео. А ты нам его скинешь? Да, скину. И, может быть, это будет сложно, но давайте попробуем. Значит, первая задача ваша будет просто посмотреть видео, и даже если вы не понимаете сути, вы видите ряд визуальный, да, то есть вы сможете восстановить картинку, как бы, последовательность, что, зачем происходит, даже не понимая текста. И попробуйте, как бы, вот это описание того, что сделал персонаж, там два главных героя, не буду говорить, кто они, постарайтесь это слово хотя бы узнать, увидеть, услышать точнее. Значит, задача в том, чтобы вы на следующем уроке какую-то последовательность действий могли рассказать. То есть вот на уроке мы начнем, может быть, мы еще вместе все посмотрим этот мультик, и потом один за одним предложение, что он сделал, куда он пошел и так далее. Но желательно, чтобы вы предварительно посмотрели и несколько раз, чтобы было легче сориентироваться, и чтобы в памяти был сюжет. Договорились? Сделаем, попробуем? Хорошо. Да. Да. Значит, вот этот вот пересказ посмотрите, ладно, вот еще раз прочитайте историю замечательную про пчелу, семеля и осу, и тогда Удмуртский Абу. Про Бога, попрошайку. Так, Абу. Всего. Ну, вообще, вот таких очень много историй Удмуртских, ну, вот, связанных с мирозданием. Почему, например, небо и земля так далеко друг от друга? Почему? Потому что... Потому что одна Удмуртская женщина постирала пеленки и повесила на небо суши. Да, да. Вот, ну, такие. В общем, ладно. Тао Баджим, смотрите, следующая неделя, 2 мая, но, наверное, у всех праздники, что будни... Окей, мы все равно в карантине сидеть будем. Да, я понимаю, поэтому говорю, что, наверное, все остаются дома, правда? Да, да. Можем два урока провести. А давайте уже поиграем в Азадыр в Скайпе. Ну, если ты придумаешь технологию, как это делать, то... Да. Рулетку электронную. Почему рулетку? Ну, этот... Как его... Водила или как он там? Ведущий. Будет карты вот наугад разбирать, фоткать и высылать в WhatsApp играющим. Не, ну, это не прикольно на самом деле в Скайпе. А как ты, как Марк будет в глаза тебе заглядывать? Вот-вот. Да, я и про это и говорю. А кто-то на Ютубе в Скайпе играл в мафию, и надо посмотреть, как это проходили у них. Оль, еще раз, кто куда заглядывать будет? Ну, Марк обычно уже в глаза заглядывает. Ой, да не проблема, я же... Нет, мы видео включим во время игры. Нет, у вас тут видеоигра будет. А тут будет этот, как сказать, дефект передачи видео. То есть глаза по-другому будут сверкать. Отражать. Да, у Маши по-другому нос двигаться будет. Да. Незаметно. Ну ладно, берегите себя у тела Аштедыз, а огня у Луса к уменьшком. Через неделю тогда встретимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Пока-пока.